Всех приветствую на моем канале. И это видео я снимаю в антикварном магазинчике. Город Киев, метро Почайная. Это магазинчик с разными интересными штуками. В основном это импортный товар с разных аукционов, с разных стран. Фарфор, хрусталь, столовые приборы, картины, светильники и прочее. Очень много интересных разных штучек. Все товары промаркированы. Цены, как вы можете видеть, это в евро. Сразу можете себе пересчитывать. Разнообразные же статуэтки, фигурки, вазочки, посуда. Просто разбегаются глаза. Очень красивые есть экземпляры. Меня привлек внимание этот вазон. Достать я его не смогла. Такой вот фарфоровый горшочек для цветов небольшого размера. Ну а также интересные... Я тут была уже где-то месяц назад. Разные вижу уже, подмечаю, новинки. Вот такие вот чайный набор, набор для специй. Вот еще миниатюрная вазочка из фарфора. 20 евро стоит. И вот такая вот, смотрите, красивая тарелочка. Это розенталь фруктовая с прорезями стоит 30 евро. И вот еще маленькая рядом. Так, тут у нас за 20 евро такая, кто говорит, масленка, кто говорит, икорница. Было их больше. В этот приезд уже меньше разобрали. Разные-разные тут товары. Как и поштучно, так и наборами, сервизами. Смотрите, какая небольшая этажерка. Фруктовница. Не видно, что там за производитель. 50 евро. Но ручка у нее как современная. Несильная винтаж. Вот такие вот чашечки продаются. Ой, не вижу. Очень мелкое клеймо. Вообще они тончайшие фарфор. Внутри рисунок. Краффитные вазочки. Такая вазочка вот стоит 20 евро. Керамика с имитацией камня. Такие натуральные цвета. Вот я вижу такое миниатюрное блюдечко 10 евро. Это розенталь сан-суси. Да, к нему идет такая вот чашечка. Вот, на сайте я видела такие чашечки порядка 40 евро. Тут 20, по-моему. Разнообразнейшие банки. Смотрите, какие два фужера. Похожи на свадебные. На металлической ножки. Смотрите, еще такой вот подсвечник. Это Германия Томас Айвори. Такой вот еще. За 20 евро. Такой вот за 15 с цветочками. Очень много здесь чайных, кофейных сервизов, наборов, чайных пар, троек. С разнообразнейшими цветами, принтами, декорами. Интересные тоже вот вазы, как кубки. Огромнейшие просто. Такой вот современный стоит внутри жаропрочное стекло Pyrox. Настенный декор. Разные тарелки, панно, часы. Женщины с пышными волосами. Или это не женщины, это может быть военные. Не вижу. Ну, в общем, смотрите, сколько тут всего интересного. Разнообразнейшие фигурки, часы, подсвечники. Очень интересно, есть подносы, они как под стеклом. А снизу вот такой там рисунок. Чайные, кофейные комплекты. Светильники винтажные. Кстати, я когда была в магазине, заходили несколько раз, спрашивали. Настольные лампы с латунной ножкой. Подсвечники. Вот в этом шкафу в прошлый раз было гораздо больше собак. Сейчас осталось только две. Вот огромное блюдо для рыбы. К сожалению, нет ценничка. Фарфоровое. Такое двойное. Интересные такие золотые утки. Видите, какая вот фарфоровая шкатулка. Снизу какие-то цветочки. А сверху на крышке рыба. 60 евро стоит такая прелесть. А вот очень сочная олива. 30 евро. Это Италия. Очень такая сочная, вообще яркая тарелочка. Такие вот подставочки под горячие чашечки с вставками с фарфора по 10 евро машинки. Разнообразнейшие блюда. Мне очень понравились вот эти вот тарелочки. Это фарнозетти. Один из культовых итальянских брендов мебели и декора. Эти все тарелочки, они расписаны вручную. Тут, к сожалению, нет ценника на этих тарелочках. Но прошерстив интернет, я видела такие на разных итальянских сайтах от 170 до 230 евро за одну штучку. Фарнозетти – один из культовых итальянских брендов мебели и декора. Его основателем является знаменитый художник и декоратор Пьеро Фарнозетти. Это имя стало легендой дизайна. Творец в совершенстве овладел искусством оптической иллюзии, создавая объемную графику и предметы интерьера фантастических форм. Популярность и славу дому Фарнозетти принесла линейка 1952 года «Теме Эвариазоне». Если я не ошибаюсь. Мебель, светильники и декор с изображением оперной дивы Линой Кавальери. Мастер создал более 400 вариаций портрета красавицы. Где-то она задумчиво закатывает глаза, где-то кокетливо подмигивает. Эта коллекция вывела дом Фарнозетти на модный Олимп. Теперь он ассоциируется с роскошью, оригинальными мотивами в работах и безупречным вкусом. Его изделия – это магия форм, света и вдохновения великого мастера. Бренд изобретает вещи, которые становятся реликвиями и передаются из поколения в поколение. Друзья, смотрите, вот лишь малейшая часть всего ассортимента тарелочек с этой дивой. Я прокручиваю с сайта, где они продаются по сумасшедшим ценам. Вот у нас на Оликсе я видела и по 700 гривен за такую тарелочку. Конечно, работа очень кропотливая, интересная. Они делаются также и с вставками из золота и платины. Там, конечно же, цена уже раза в полтора-два выше. Вот вы можете видеть с этими вставками. Также у них есть ателье, они производят мебель, обои, сумасшедшие дизайны. Вот, смотрите, такие как мини-бары, тумбочки. Разноразные же принты в форме зданий, животных. Ну, в общем, очень интересно. Вот, и смотрите, эта девушка в таком капоре. Также ее и вот изображение разместили на спинке стула. Друзья, идем дальше рассматривать все в этом магазинчике. Вот, смотрите, что мне попалось. Такая вот маска девушка. 30 евро стоит. Это керамика. Австрия производства. Вот ее можно подвесить на стену. Не знаю, это уже законченная работа или можно дорисовать ей глазки, бровки. Интересный предмет. Так, поднос с чайничками, с молочничками. Видите, какая стопка интересных тарелочек. Такие вот ажурные тарелочки. 20 евро стоит одна штучка с рисунком. Так, это Карл Ларсон. Серия 2. Мотив. Вот, наверное, их там есть разные серии, разные рисунки. Такие вот коллекционные лимитки. Вот 20 евро тарелочка. Так, на место кладем. О-о-о, что я вижу? Снова я вижу вазон. Вазон фарфоровый на золотых ножках. Золотыми ушками для цветов. Такая, нету ценничка. Красивый, наверное, мейсоновский букет, похоже. А вот какая интересная мини-стаканчик, мини-вазочка. Такая черно-белый рисунок. Шестигранная. Далее идет вот такая тарелочка. Кто говорит тарелочка, кто пепельница. Мемёли. И вот такая вот сезонная тарелочка на стену за 10 евро. Это Дания. Такая зеленая, как малахит, вазочка, тарелочка. Вот так. Смотрите, какие большие китайские банки с крышечками разнообразнейшие. Настенный декор тарелочки. Бра тюльпаны очень красивые. Тарелочки с птичкой. Белосиние с цветочками. Очень красивые. Вот еще бра. Видите, какое шикарное блюдо. 20 евро. Это Норвегия. А вот какая корзинка плетеная. Такая вот. Мягкий квадрат. Тоже 20 евро. Вот смотрите. Такие 10 евро. Две вилочки для оливок или лимончик. Такой вот наборчик чайных ложечек. 20 евро на подарок. Штопор. 10 евро. Старенький такой. Какая ложка, лопаточка. И вот такие вот. Так, что тут? Ага, вот я вижу. Вот такие вот интересные щипцы для сахара. А тут, смотрите, разнообразные статуэтки, фигурки животных. Вот в рамочке. Вот в рамочке миниатюрное панно фарфоровое. 20 евро штучка. Очень миниатюрная, красивая работа. Подсвечники. Подставочки. Шкатулки очень красивые. И, конечно же, статуэтки. Вы смотрите, друзья, вижу еще один вазончик с такими сочными ягодками. 30 евро. Это гебель. Гебель, гебель. Вот их в коллекции идут такие вазончики с разными ягодками. С клубничками. С малинками. Так. И вот смотрите, что я еще вижу. Вот такой вот уже вазон. Но побольше тут размер. Больше диаметр. Стоит он 20 евро. Очень красивый. Практически нет износа у золота. Такой вот он. С цветочками, гвоздика или что это. Очень нравится. Такие вазоны фарфоровые. Я мечтаю себе такую в коллекцию приобрести, чтобы свои орхидеи посадить. Еще витрина с тарелочками итальянскими. И очень красивое блюдо. Стоит 20 евро. Если я рассмотрела на ножках. Очень красивые цвета. Вот как акварелью рисованы просто. Мускай. Вот еще такое блюдо. Большое. Можно как и настенный декор использовать. И как фруктовницу для подачи. И вот такие вот тут на входе сидят куклы. В красивых нарядах. С мельчайшей деталировкой. Очень красивые коллекционные. Кто собирает. Если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео с друзьями. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok